Почему ему говорят, что он тупая? Есть еще другое имя, которое мне было настолько сложно воспринимать, что это мужское имя. И окончание вот это имя, если мы по словам делим, это похоже на ночная бабочка. Но мужское имя. Hola amigos, bienvenidos, добро пожаловать на Espanol con Kike. Хочешь знать, как звучит твое имя или произносится на испанском языке? И это видео точно для тебя. Это видео будем делить на три части. Будут имена, которые переводятся на испанском. Будут имена, которые пишутся одинаково на русском или на испанском. Но произношение меняется. И будут имена, которые на испанском языке очень странно звучат. Но в России это нормально. Я объясняю почему. Ты готов? Ну, я готов. Александр. Алехандро. Александра. Алехандро. Кстати, здесь очень интересно, потому что мы знаем, что Александр и Александр это Саша. Но на самом деле Саша на испанском языке это больше звучит как женское имя. Поэтому для меня на самом деле было сложно привыкать, что Саша это тоже парень. Интересно. Дмитрий. Деметрио. То есть Эда, Деметрио. Эдем. Екатерина. Екатерина. Каталина. Каталина. Михаил. Мигель. Элизавета. Исавель. Антон. Антонио. Аллахская форма можно. Тонио. Цвета. Луз. Дословно значит цвет. Луз. Андрей. Андрес. Надежда. Эсперанца. Тоже дословно переводится. Николай. Николас. Евгения. 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 Юлия. Хулия. И знаешь, я хочу сказать, что у нас здесь еще есть мужского форма для Юлии. Хулио. Но, кажется, на русском нет. Аврора. Аурора. Илья. Элиас. Сергей. Серхио. И, кстати, здесь очень интересно, потому что на испанском глагол быть это сер. И на испанском это немного звучит имя Сергей как СЕРГЕЙ. Вот это новость. Анна. Анна. Но с одной М. Иван. Иван. Ты знаешь, у меня здесь есть вопрос, потому что некоторые источники говорят, что Иван переводится как Хуан, а другие просто не переводят и признают Иван как просто отдельное имя. Вы как думаете? Пожалуйста, пишите в комментариях, если действительно имя Иван переводится как Хуан на испанском языке. Филипп. Филиппе. Степан. Эстеван. Марк. Марко. Павель. Пабло. Василий. Басилио. Артур. Артуро. Кирилл. Цирилло. Матвей. Маттиас. Маттео. Йосиф. Хосе. Георге. Хорхе. Ну, давайте перейдем на второе. Это будут имена, которые пишутся одинаково, но произношение будет другое. Анастасия. Анастасия. Ева. Эва. Регина. Рехина. Анжела. Ангела. Елена. Елена. Роза. Роса. Как цветок. Так тоже называется. Ты знаешь, я в России заметил, что здесь есть два имена, которые имеют перевод именно на испанском языке. Виктория и Линда. А дальше есть имена на русском языке, которые очень странно звучат на испанском языке. Вова. Хотя Вова это через ВВ, но на самом деле на испанском языке очень сложно отличать В и В. Поэтому все равно для нас звучит как В. Вова. Это значит тупая. Поэтому я помню, когда мне сказали, что типа. О, понятно. Он Боба. Почему ему говорят, что он тупая? В мужской форме. Вово. Вова. Тупая. Тупой. Глупый. А другое. Это имя Юри. Потому что на испанском языке есть имя Джуридия. Женская форма. И когда мы делаем ласково, говорим просто Юри. Поэтому мы, хотя Дж это гораздо сильнее, как Джури. Не Юрий, а Джури. И мы привыкли, что Юрий обычно это женское имя. Потому что у нас нет такой, как мужского форма от Джури. То есть Джуридия, но мужского форма нет. Поэтому Юрий это ласковая форма Юридия. А ты знаешь, Юрий это не единственный случай, который мне тоже было немного сложно понять. Это как Валерий. Потому что на русском есть Валерий, Валерия. То есть очень четко, да? А у нас Валери, я бы сказал на испанский, как Валери, как Валерия. То есть мне показалось вначале, что Валерий это как Валери. То есть более женское, а не как Валера, как Вальеры. Ну погоди, есть еще другое имя, которое мне было настолько сложно воспринимать, что это мужское имя. Никита. Извините, если здесь меня смотрит Никита. Просто, наверное, знаете, что Ита это ласковая форма женского рода. Поэтому Каса, дом, Касита. Никита, ничего. Не знаю, поэтому на испанском все ласковое. Кучара, кучарита, все Ита. Поэтому это ласковая форма женского рода. А здесь на русском языке может быть такой здоровый, хороший парень. А ты знаешь, есть другое имя? Пожалуйста, исправьте, если я не прав. Мне кажется, он не русский, а именно армянский Карен. А на испанском, во-первых, мы говорим Карен, не Карен, Карен. И Карен это женское имя на испанском языке. А ты знаешь, если хочешь размещать испаноговорящий, это имя Распутин. А на испанском, скорее всего, мы произносили как Распутин. И окончание вот это имя, если мы по словам делим, это похоже на ночная бабочка, но мужского рода. Потому что им это форма уменьшительная мужского рода. Поэтому это немного похоже как Сергей. Come on. Надеюсь, что вы поняли. Друзья, надеюсь, что вам понравилось. Дорогие друзья, не забудьте подписаться на мой канал Espanyol Conquique. Здесь вы можете найти очень интересный и полезный контент для изучения испанского языка, а также как живут иностранцы в России. Я уверен, что вам это понравится. Ваша поддержка для меня очень важна. Пожалуйста, поделите это видео на ваших социальных сетях, Facebook, Вконтакте, чтобы больше людей могли посмотреть этот контент. Пишите в комментариях, если вы нашли свое имя. И если вы знали, как он переводится. Давайте, я хочу узнать ваше имя, поэтому пишите в комментариях. Adios, amigos! Adios! Субтитры создавал DimaTorzok